У них уже не оставило места ни для чего другого. Но понятно, что при любом дворе у шутов были совершенно особенные привилегии. И Владимир Вольфович пользуется ими вполне беззастенчиво. Журналисты, писатели, социологи пытаются вычленить, кто какую роль играл. А человек живет, как живет. Я никогда не думал о роли своей, что я какую-то роль играю. Потом, какому-то журналисту, мне понравилось, что верхнюю полуцию не застегиваю. Она решила, что это означает. Да ничего не означает. Я не люблю застегивать пуговицу. Она решила все. Что-то это означает. И начинает гензитацию писать. Верхняя пуговица на рубашке Жириновского. Дурдом. Это все. Творческие люди ищут тему для себя. Тема нужна. И нужна тема. А мне нужен человек без всякой темы. Я воспринимаю, какой он есть. Все. Плохой, сильный, красивый, слабый, негодяй последний. Вот людей я так воспринимаю. В этом будете правы. Владелец злодей, и он для меня нормальный человек. Потому что его таким сделало общество. Как бы вы могли определить, пользуясь той же классической терминологией, амплуа, допустим, своих политических противников? О, противников, пожалуйста. Противников. И тут можно все это определить. Это можно. Вот, кстати, шут. Реформаторы. Вот они пошутили. Вот это как раз шутка была. В 91-м году говорят, ребята, демократия, рынок, в чем это? Татаризм, коммунист. Лучше будет. Вот пошутили. Восемь лет шутят. Вот они шутят как раз. Это не мое амплуа. А мое амплуа разоблачать их шутки. Если вы хотите мое, так сказать, амплуа санитар. Я как бы зачищаю, дезинфекцию делаю. Отличное амплуа. Или как бы санитарная машина, или скорая помощь. А еще лучше амплуа для всей нашей партии, это политическое МЧС. Мы спасаем ситуацию в России от шутов и от злодеев. Если вы определяете ваших политических противников как шутов, то, как вы думаете, обладает кто-нибудь из них реальными еще режиссерскими способностями? Помимо этого. Коммунисты, режиссура хорошая. Сто лет у власти. Хорошо. От Карла Маркса, первого режиссера, до последнего Зюганова они все еще на плаву. Их еще, оказывается, любят, уважают. И почти 30% готовы идти за ними. В могилу идти, в больницу идти, в тюрьму. За ними. Представляете, вот где злодейская шутка. Здесь можно совместить и шутка, и злодейство. Когда в 17-м году пошутили мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочих. Пошутили? Где? Никто ничего не получил. В 91-м реформаторы опять пошутили. Опять никто ничего не получил. 7-го октября пошутили. Российская акция протеста. Против кого? Сами против себя. Пошутили, привели к власти Ельцин, теперь шутят, говорит, он злодей. Вот это вот, я могу это разложить по полочкам. А в отношении себя, не шуток, не злодейство. А за собой вы признаете эти режиссерские способности? Никакой капли. Они не режиссерские в театральном понимании этого слова. Это выражение того, что хотят миллионы людей. Пожалуйста, назовем это политическая режиссура. Но режиссура не ради фальшивого спектакля, что мы тут сыграем роль и разойдемся. А режиссура, чтобы все-таки выйти из того положения, в котором мы находимся. И тут фальшивки не должно быть. Вот всем меня раздражаете, у вас фальш. Вот у вас Станиславский режиссер. Ну что ж, если весь мир театр, то политика это и вовсе уж самый откровенный балаган. И именно поэтому мы сегодня на ночь пригласили вам в качестве компанию девушку, которая, как нам кажется, очень органично существует именно в этом небезопасном жанре. Как вы думаете, кто это? Кто? Наверное, эту девушку зовут Гайдар. И она любит оральный секс, да? Чмокается такой розовый, как у паразончика. Уверяю вас, эта девушка куда симпатичнее. Это никто иной, как Лолита из Кабаредо, это Академия. Лола. Считайте, что мы просто даем шанс нашим героям сделать первый шаг навстречу друг другу. Ну а для того, чтобы они не бросились после него друг от друга о промятье, мы решили подготовить их морально. Рассказать кое-какие подробности из их биографии. Не пугайтесь совсем немного. Остальное, я надеюсь, они расскажут про себя сами. Лолита. Лучшая половина Кабаредо, это Академия. Родилась в Киеве. Мать, эстрадная певица, отец вовремя эмигрировал в Израиль. В детстве Лола была хрупким травмированным ребенком, но впоследствии таки сумела доказать, что любые травмы женщина запросто может превратить в достоинство. Нужно только хорошенько постараться. Постаралась. Первый муж был в принципе стерт с лица земли, второй Саша оказался более устойчивым и жизнеспособным. Одному богу, а с ним и всей просыпающейся по утрам стране, известно, что ему приходится сносить от своей невмеру талантливой супруги. Но, как видите, семья у них крепкая, чему, похоже, немало способствует не только совместная концертная деятельность, но и наличие общего ребенка по кличке Эммануил. Лола. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы не представляете, как мы вас взяли. Вы посмотрите, как вас ждал Владимир Вольфович. Почему? Вот видите, вот тоже уже начинает показывать широту души. Лола, дорогая, насколько я знаю, вы страстная, но пока еще тайная поклонница Владимира Вольфовича. Я не тайная поклонница, совершенно серьезно. Ну, признайтесь ему в чувствах. Я думаю, что это первая у вас возможность признаться публично. Давай признайся. Нет, я совершенно спокойно могу сказать. Я действительно, я раньше вас как бы не понимала, не принимала. Я вас приблизительно уже год люблю. Спасибо. У вас не хватит шанса. Потому что я в конце концов, ну, знаете, женщины не все позже понимают. Я поняла, что вы единственный трезвый человек во всей нашей бездарной политике. Они не пригодятся. Я действительно совершенно искренне и даже испытываю по телевидению, по крайней мере, некоторые сексуальные чувства вот именно к вам. Потому что это действительно так и есть. Это единственный мужчина. Вот как в Америке Клинтон, как человек, которого можно хотеть. Вот Владимир Вольфович у нас единственный мужчина, которого можно хотеть. То есть вы считаете, что Владимир Вольфович тоже может трясти мир как грушу в течение более чем полугода с какой-нибудь очередной Моникой Левинской. Не надо трясти. Он отказывается. Были пятна, не были. Были мои и еще сделаю больше. И правильно, этим надо гордиться на самом деле. Русский характер американский. Уже испугался. Не мое. Как не твое. Экспертиза. 40 миллионов долларов подать. На что лучше? Дураки. Раздали бы 40 тысячам женщин по 1000 долларов, и они были бы счастливы. Да. А они изучают. Вот я была бы счастлива, если бы наш президент хоть кого-нибудь бы... Вот. Нам было бы лучше бы. Трахнул бы прямо в Кремле бы там. На кровати Ленина. В комнате, где спал Ленин. На этой кровати, показать. Как нужно было любить по-настоящему. Крупская была очень страшная. Я на месте Ленина была. Поэтому и сразу сошла с ума. И Крупская старше решили. И Ленин ничего не мог. Это ведь имеет значение. У них не было детей. Крупская была страшная. Скажите, а вам часто ли приходится видеть людей вот с нашего политического Олимпа? Или вы предпочитаете все-таки видеть их исключительно по телевизору? Да нет, я очень мало вижу на самом деле. По-оперке я никуда не хочу. То есть тактильных контактов у вас до сих пор не было еще? Нет, я видела очень мало политического. По-русски. Какие тактильные. Прямые контакты? Прямые. Физические. Любовью заняться. Или что? Ну не обязательно. Посидеть просто, поговорить. А все посидеть, поговорить. Ну вот мы встретились. А с Зюгановым встретитесь. Он пойдет? Нет. Сейчас где с Зюгановым? Разберем сейчас ситуацию. Где он сейчас находится? Я его видела один раз в самолете. В самолете? Да. А сексуальная ориентация у него какая? Как вы думаете, ловочка? Не знаю. Некрофил. Политическая ориентация и сексуальная совпадают. Я открытый. Давайте с вами, давайте с другими поговорим. И сделаем то, что мы хотим. Все остальные уходят. А лебедь? Ориентация. Политическая ясна. А сексуальная? Ой, вы знаете, я правильно столько плохого слышал. Не сантура. Не сантура. Ну что может быть? Вот поэтому что-то я как сказал. Скотоложец. Вот все. Только там может быть все. С животными. Все. Конюшня, казарма, вперед. А как раз он с собакой приехал. В Пенистровье. Показывали. Ничего больше не взял в Пенистровье. Собаку и жену. И показывали, как он в Москву приехал. Понятно. Вот его собаку. Я правильно определил направление. И все-таки вернемся... Любовь к животным. Людей нужно любить. Людей. Вот лову любить. Вас любить. Владимир Вольфович, а вот существует расхожее мнение, будто бы политика такая штука, которая абсолютно сублимирует мужскую энергию, и на женщин ее уже не остается. Правда это? Частично, как любая настоящая работа. Это беда мужчин. То есть хорошо тому, кто бездельник. Вот он ходит по улицам, и он все может. Но вы-то, я чувствую, на здоровье не жалуетесь. Я не жалуюсь. То есть я из здорового того русского поколения, когда 5-6 детей в семье, и до года материнское молоко, и побежали, так сказать. То есть естественное было развитие. Скажите, а у вас дети есть? Есть. Сколько? Много. Ну, шкуйцы. Сын, один сын. Вот, для вас один сын. А вы хорошо посчитали? Я все посчитаю. И все люблю. Я хочу иметь детей. Вообще, это другой вопрос. Я хочу сейчас иметь детей, и никто не может забеременеть. Вот проблема. А в молодости, наоборот, чуть переспал с ним, и через полгода я беременна. Дай деньги на аборт, дай деньги на что-то. У них не было. Сейчас есть деньги, и никто не хочет забеременеться. Вот ситуация изменилась. Девушки, милые, советую вам внимательно отнестись к этому предложению Владимира Жириновского. У каждой из вас есть серьезный шанс помочь ЛДПР, родив от ее лидера пару-тройку новых ее членов. Хороший уход и усиленное питание мамашам-донорам обеспечено. Ну, у меня вот прагматизм. Мне нужны именно дети. То есть, почему? На рождение малого ребенка я чувствую радость. Еще один родился. Еще один, как бы вот. Еще у меня опора, опора. Еще одни колеса к автомобилю. Мы двигаемся, двигаемся. Вот видите, Лолочка, какие брутальные, серьезные мужчины у нас в Госдуме. Но я знаю, что вы, девушка, тоже не испугливая, поскольку ваш собственный поп-террариум почище любого другого. Так что выдержка у вас должна быть железная. Но вот это-то мы сейчас и проверим, узнав, что же о вас думают самые простые и неангажированные граждане. Приятная женщина, то есть привлекательная, но меня она не интересует. Мы в другой теме женщины. Раньше был Козловский, Ремеш, а вот такие величины были. Поскольку таких теперь нет, либо они уехали, либо, говорится, мы просто обетнели, то экран заполнен вот таким, говорится, дешевым искусством. Не могу сказать, что это отличная семейная пара, хотя и по телевизору показывали, как они относятся друг к другу, то есть любят друг друга. А на Астоне они всегда превосходны. По крайней мере, мне это очень нравится. Я считаю, что в основном для Академии нравится только пожилым людям, там бабушкам уже после срака бития, не знаю, а молодежи, они уже как-то немножко надоели, потому что их юмор все время один и тот же, скажем так. Ну что, Владимир Вольфович, не разочаровались вы в вашей визаве? Нет, мне иногда становится, она смущается, как бы так... Уж больно у нее какая-то пристойная для артистки репутация, а? Она естественна сейчас, она вот такая, действительно. Ведь, мне кажется, вся жизнь политика и вся жизнь артиста, это же сплошное мифотворчество. Есть ли такая скромная биография без особых приключений? Нужно же выдумать другую, а, лол? Чего же так скромничать-то? Не знаю, наверное, ну бог такой существует. А вы согласны с расположенным мнением о том, что реальное достоинство артиста и политика измеряется в единице вранья, которую он залпом способен выдать там своему зрителю или своему избирателю? Это есть, есть. Не потому, что человек хочет обмануть, а потому, что из тех, кто слушает, обязательно люди разные. И то, что он им говорит, они по-разному воспринимают. Это нормально. А кто у нас чемпион в этом жанре? Женщины, пожалуйста, женщины. Женщины от политики? Все женщины. Все женщины, они эгоисты. Вот сегодня не красные виноваты, там, не знаю, не экономика наша, нам всем голову морочат, там, доллар, рубль. Виновата наша женщина. То есть ее раньше времени раскрепостили. Что ж вы женщин так не любите, а? Нет, я люблю. Такое впечатление, что вы их используете исключительно как где-то родной аппарат. Так это должно быть. Вы этого не можете понять. А кому же любить, Владимир Владимирович? Родину любить. Родину. Родину. А женщина должна быть приложением. Это инструмент. Ей будет приятно. Она будет упакована, будет как кошечка, как собачка. Покормили ее тихо, спокойно, в уголочке сидит, мурлычет, плачет. Тишина. А мужчина бешено работает. Лола. Тогда он ей даст. Вы готовы покориться? Тогда он ей даст. Владимир Вольфович совершенно другой. Я думаю, что если Владимир Вольфович кого-то любит или полюбит, то эта женщина будет самая счастливая. Потому что вот этот мужчина способен дать все. Чувствую, что сегодняшняя ночь закончится браком, но все-таки мне хотелось бы узнать... У вас закончится, у вас пустые тарелки. У вас не кровати, не тарелки. Что нет, давайте водку жрать давайте. Тогда будет праздник. Владимир Вольфович, а вам приходилось вообще испытывать какие-то романтические чувства не только по отношению к родине? Естественно, конечно. В классе 20 девочек, 10 мне нравились. И чем дело-то закончилось? Мечтал, с каждой переспать не получилось. Так я представлял ее, вот она голая, вот мы сбежаемся, скоро я смогу так сказать. Это в каком классе? Это во втором, в третьем? Нет, нет, нет. Девятый класс, десятый, самый такой возраст. Просто я осознавал, что если женщина, то нужно целовать. Потому что я слышал в кино, и вот только это, что если женщина, то это какой-то поцелуй. Но я так чувствую, что вы об этих стереотипах давно уже забыли. Сейчас, конечно, сейчас всем другое. Но лиризм был до 17 лет. А сейчас вы кого предпочитаете целовать? Товарищ по партии? Нет. В основном иконы. Я говорю, выходишь в храм, и вот, то эту икону поцелуешь, то другую икону, так сказать, как бы, компенсация атеизма. Я же лирик, вы говорите, что я такой брутальный. Ну, был брутальный. Я с одной переспал, она жена режиссера. Он уехал в Сочи снимать фильм. На дне рождения познакомился. Она живет на Соколе. И она плакала. Первый раз. Я здесь был женщиной, и она плакала. Мне было приятно. Я это запомнил. Давненько это было. А больше у них ничего? Лет 20 прошло. И всех женщин лет не запомнил. Когда вот плакала, или какая-то кожа шелковистая, такая шелковистая, просто блеск. Кожа большое значение имеет. Кстати, когда говорят про любовь, говорят, там, член такой, там, или грудь, там, глаза. Самый главный элемент любви – кожа. Вот об этом забывают. Именно кожа, от головы до пятки. Если она вызывает какие-то эмоции, ведь не обязательно вот чисто половой акт. Вот кожа себе дотронулся, и тебе приятно, кстати, достаточно уже этого. Сидите и гладьте, немного за ручки. Вот холодные руки, потому что она переживает. У меня горячие, потому что я люблю, люблю народ, всех люблю. Лола любит, так сказать, свою одежду. Шуба есть? Есть. Вот шубу она любит. Там, сапоги любит, так сказать, она мечтала. Ей долго не покупали, или она не могла купить. То есть женщина в страданиях, вся жизнь в страданиях. Первый раз, как было у тебя, расскажи. Я мучился первый раз. Она девственница, я девственник. Я ничего не умею, и она ничего не умеет. На пляже катаемся туда-сюда, голые дюнах. Сколько лет это было? Дюнах. 17. Ей, мне чуть больше. А я замуж вышла первый раз, и как раз молодец. Не замуж, первый парень. Вот первый муж и был. Он сразу был, да? Вот повезло ей сразу. Сколько лет-то было? Мне было, 18. 18 лет. Молодец. Самый раз. 18 лет вышла, все хорошо. А я вообще в этом отношении очень такая девушка скромная. Как за 25 уже не выйти никуда? А если выйти, не туда поет? Ну да. Но второй раз я вот, видите, как раз 25 и так вот до сих пор мучаюсь. Это что, не туда пошло, да? Ну вот я не знаю, туда-не туда. Но пока мучаюсь. Не знаю уже. Шоу-бизнес называется. Итак, Владимир Вольфович настаивает на том, что он вовсе не брутальный мужчина, а на самом деле лирик. Но сейчас мы узнаем, что об этом думают его самые случайные доброжелатели. Мне кажется, если бы он не был женат, он бы, наверное, был таким Казановой. Владимир Вольфович, ну я так думал о нем, если он политик, то от этой политической части ничего не сделает для России. Ну сам в Жириновке, конечно, это талантливый человек, но у него партия одного человека. Вы знаете, я бы хотела, чтобы он поменял свою кличку вот эту, однозначную. Ну, в моем понятии Жириновский клоун. Я надеюсь на то, что такие люди, как Жириновский, все-таки скоро уйдут. Так думают о вас ваши избиратели. Лола, я надеюсь, что они не разбавили твоего восторга по отношению к этому герою. Ни в коем случае. Я прекрасно ожидала вообще, я вообще ожидала этой встречи. Я хотела увидеть Владимира Вольфовича, лично познакомиться и лично ему сказать то, что сказал в самом начале. Честное слово. Вы мне безумно симпатичны во всем. Спасибо вам. Хороший мальчик. Вольфская душа, вы это чувствуете, видите, когда спрашивают случайных прохожих, это всегда фальчиками. Все, что показывается по телевизору, и нас всех, и Владимира Вольфовича, и меня, например, как женщину, воспринимают однозначно. Он потому что два шоумена. Лола, скажите, а это единственный мужчина из наших политиков, который способен вас так возбуждать? Вот скажу честно, единственный. Единственный мужчина, которого я могу назвать мужчиной. Несмотря на то, что у вас присутствует эпатаж, что нас роднит в смысле шоу-бизнеса с вами, но я вас очень хорошо чувствую. Эпатаж у меня, если есть, и вы его так считаете, это чисто естественно, я его не придумываю. Я просто компенсирую нехватку информации у людей обо мне и о жизни. Вот то ядро, которое шевелит вот это вот немощное, не знаю, что это, парламент, правительство. Для меня это все правительство, я не разделяю. Я как женщина пытаюсь не понимать. Вот как народ, да, все вместе. Вот женское начало в русской душе, расслабленное. Лола, скажите, а Клинтон, вот кумир на сегодняшний день, я думаю, всех буквально женщин, он вас не возбуждает? Это нормально, когда... Значит, американские политики вам все-таки нравятся? Да потому что они мужики. Да потому что они спортом занимаются. Да потому что они... Я не разбираюсь политики, мне плевать, это их страна. Они делают, что хотят, и я не вмешиваюсь. Пусть они что хотят, и делают. Я просто хочу видеть, чтобы у нас было такое же молодое, здоровое правительство, которое вызывало какие-то сексуальные вообще моменты. Правительство нужно хотеть, потому что правительство это мужское начало. Вот я чувствую, тут Лола абсолютно права, я чувствую, эта девушка наконец раскрепощается. А я даже на выборы не знаю, за кого ничего. Будьте, дорогая моя, всегда так. Я так искренне считаю, что вы на исповеди, а я тот самый пастырь, который всегда готов в любую минуту избавить вас от избытка застенчивости. Ну, а пока Лолита безуспешно борется сама с собой, Владимир Вольфович с Лолитой, а я с Владимиром Вольфовичем, я думаю, нашим телезрителям самое время закусить клипчиком Кабаре, дуэта Академия. Кушайте, граждане дорогие, на здоровье. Я думаю, эта пища вполне диетическая. Кушайте, граждане дорогие, на здоровье. Кушайте, граждане дорогие, на здоровье. Шоу две вещи опасно схожие. Это те два близнеца, которые всю жизнь вводят публику за нос, используя свое зеркальное сходство. Увы, наши политики редко осознают свою эстрадную сущность, и уж тем более редко ее используют. А зря. Практика концертной деятельности явно пошла бы им на пользу. И карьера Владимира Вольфовича Жириновского самое яркое тому доказательство. Он едва ли не единственный из всех наших политиков, вполне осознавший себя как шоумена. Именно этим и объясняется его разительное сходство с лучшей половиной Кабаре, дуэта Академия. Взгляните на них повлиматнее, и вы поймете, что различить их практически невозможно. Моя березовая грузь, Моя страна, Моя Россия, Шестая часть вселенной Русс, Многострадальная мессия, Россия, Россия, Великая сила, Великая сила, Бездонная Русс, Россию, Россию, Всем сердцем влюблен я И смею Останусь Навеки Холинусь! Луна, дорогая, говорят, что артисты невероятно суеверные люди. Это правда? Нет, ну есть какие-то приметы, которые, конечно, без которых ты не можешь. Притом что я не считаю себя совершенно суеверным. Нельзя класть афиши на кровать. Не будет сборов. Зритель не придет. На самом деле полная чушь. Полная чушь, на самом деле. Да, потому что клади, не клади, если тебя не любят, не придут. Если любят, придут. А еще что-нибудь из примет, знаете? Еще из примет. Семечки на гастролях нельзя есть. Ну, тоже... А так вообще лузгаете дома тут? А я зуб съела. Передний. Владимир Вольфович, а политики такие же экзальтированные люди? Обычно все это отбрасывают в сторону. Но, например, у нас был в прошлом составе дома Кашпировский, он известный психотерапевт. О, этого того еще знают все. Якобы лечил детей от энуреза. То у меня обратный эффект. Наоборот. Чувствую, что энурез у меня наступает. Вы считаете, что это исключительно его вина? Ну, в какой-то степени. Конечно, это связано с жизнью в целом. А вам самому не приходилось никогда обращаться? Ни к магам, ни к чародимам, ни к гадалкам? Меня пытаются, мол, давай мы там пусть посмотрят. На юг приехал. Трое пришли, какие-то там они маги, волшебники, там с Богом у них каждый день в сеанс связи. В часа три со мной разговаривали. Счастливчики. И после этого у меня голова заболела. Ничего хорошего не дали. То есть они пытаются воздействовать на мост, что-то там вызывают. Сверхъестественные силы. И кроме головной боли ничего не было. Вы очень сильный человек, вам нельзя пронять. Да в том-то и дело, поэтому бесполезно было. У вас очень сильная защита, но это счастье. Бесполезно все было. По-моему, Владимир Вольфович явно недооценивает эффективность усилий потрудившихся над ним колдунов и магов. Взгляните на него повнимательнее и вы поймете результаты налицо. То есть я этому ничему не верю. Жизнь обычная. Извините, я вас вперед сейчас вспомнила. Первый раз выходила замуж и я пришла с мужем из ЗАГСа. И в этот день прямо вот мы только зашли в квартиру и у меня стало большое зеркало в трехожью у мамы. Вот оно упало и разбилось. И мы прожили мы не так много прожили. На самом деле. Но большинство семей тоже распадается и там зеркало ничего не разбивается. Вот и все. Преодобычно страх людей перед познанием жизни говорит, о, все будет плохо. Да будет плохо не потому, что разбилось зеркало. То есть это опять совпадение. Известно, что во время процветания Третьего Рейха Гитлер и все его окружение очень увлекались оккультизмом. И известно, что вообще такой интерес со стороны общества в целом к оккультным наукам, мистики и вообще всякого рода религиозно-мистической эклектики повышается на рубеже, допустим, разных веков и тысячелетий. Это мы все знаем из истории. Вот скажите, у нас в Кремле нынче такая нечисть не водится? Вполне возможно. Потому что вот если их проанализировать, то чувствуется, что там что-то есть. Какая-то черная кошка, не знали, там какой-то Распутин или еще какое-то зло есть. Кремль как бы заражен и новый президент должен будет обязательно санитарную обработку провести. Прямо известью там все хлоркой посыпать, промыть все насквозь, чтобы эту всю гадость оттуда вышвырнуть. Все равно все из-за женщин, я поняла. Кто у нас главный гаджетар в нашей стране, мы уже это сегодня выяснили. Мне вообще всегда казалось, что в Кремле давно пора было учредить такую школу черной и белой магии. Что-то вроде школы молодого бойца или кружка умелой руки. Поскольку я чувствую, что нашим нынешним руководителям очень сложно управлять такой непредсказуемой страной, как Россия. Так что подобные знания, возможно, были бы для нее не лишними. Ну а пока они и вы еще не получили соответствующего диплома, нам придется, чтобы узнать некоторые щекотливые подробности вашего ближайшего будущего, обратиться к услугам специалиста, астролога Павла Глобы. Лолита, женщина, рожденная под знаком Скорпиона, типичнейший представитель этого знака. Женщина, в которой сочетается ангел и дьявол. Ангела, конечно, больше. И он проявится во второй половине ее жизни, которая даже не начиналась. Ее ждет чередование светлых и темных полос в биографии. В общем-то, она проживет две жизни, одна из которых будет раскрытие ангельских крыльев. Начнется она достаточно скоро, и в этом амплуа мы увидим совершенно новое лицо этого Скорпиона. Проживет она достаточно долгую жизнь, и она будет удивляться, насколько она превзошла те способности, которые были даны ей от природы. Владимир Вольфович Жириновский, рожденный на границе Овна и Тельца 25 апреля 46-го года. На границе Овна и Тельца рождались практически все лидеры всех революций. И Гитлер, и Робеспьер, и Кромбель, и дедушка Хо Ши Мин. Он также является революционером по своему стилю, но он не революционер по убеждениям. У него ярчайший драматический талант и огромные писательские способности, которые, конечно, будут реализованы тогда, когда ему придется отставить свою политическую карьеру, свернув направо. Он, возможно, проведет последние годы вдали от родины, у него будет масса последователей и все соколы, но один среди них окажется кукушонок. Ему предстоит огромная политическая жизнь, но в конце концов его личная жизнь окажется дольше, чем его политическая биография. Насколько я знаю, этот человек главный специалист по самым экзотическим коктейлям. Владимир Костюченко, председатель союза ветеранов Афганистана. Что вы нам сегодня посоветуете, чтобы у нас Владимир Вольфович маслолитый ноги не подкосило? Ну, я знаю, у Владимира Вольфовича есть такой коктейль ЛДПР. Есть, да, да, да. Ну, а у нас, поскольку я представляю одну из афганских организаций России, самую крупнейшую в России, у нас переданный с поколением ликер-шасси. Может быть, мы в таком случае от слов перейдем к делу? Обучите нас хорошему. Сейчас мы составим этот коктейль. Вот, представляете, это авиационный спирт. Техники сэкономили после боевого вылета. Одну треть стакана рюмки любой посуды. Ну, и затем так называемый вишневый сироп. И можно воевать. Так, полегче, полегче. Хорошенького понемножку. Но, к сожалению, это золотое правило абсолютно невыполнимо, как ни для нашего шоу-бизнеса, ни для нашей политики, и, увы, ни для нас самих. Ну, а теперь самое время прокрасться на кухню и подглядеть, чем же мы можем сегодня там полакомиться. Ну, красть мамин пирог мы не будем, у нас диета, а вот посмотреть некоторые секреты политической кухни и кухни шоу-бизнеса, вот это-то мы можем запросто. Тем более, что совать нос в любые возможные дыры, были бы дыры, в этом и заключается главная страсть людей нашей профессии. Но, не мы одни так любопытные. Политики и люди шоу-бизнеса решат этим, поверьте, не меньше нашего. Впрочем, это не самые страшные из их грешков. За ними боятся кое-что и похуже. Ну что, Лолита, мы сегодня будем готовить, а? Ну, потому что, в общем, это в передаче рецепт должен быть необычным. Я подумала, что вот то, что здесь есть, это символизирует шоу-бизнес. В любом случае, яйцо, в данном случае, может быть, белок, это, ну, как бы символ любого начала, я думаю, вы со мной согласитесь. сахар, это не что иное, как чистейший шоу-бизнес, все должно быть сладким, а вот клюква, это, с одной стороны, кровь, на которой он делается, как бы, труд, усердие, все что угодно, то есть, ты сдаешь кровь периодически, и в то же время, это красиво, полезно, то есть, если объединить все это вместе, значит, это и будет такой мус, который символизирует шоу-бизнес. Ну-ка давайте, давайте, уже приступайте, да, не родите. Владимир Вольфович, а ваши партийные товарищи чем предпочитают уже начать? У нас свой есть, особый коктейль, так и называется, коктейль ЛДПР. Что такое? И легко, у нас в политике бывает слив, да, слили политика, слили министра, вот то же самое, как бы, совпадает. Коктейль тоже сливают разный. Из чего же он состоит-то? Ну, в основе водочка, грамм 100, 250, пожалуйста, хорошая, 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 хорошая водочка. Дальше кровь молодого стена, ЛДПР. Желательно, чтобы невинный Агнец, невинный Агнец. И невинный, ни в чем не запятнанный. То есть вы сторонник все-таки Круве, и... Да, из этого вот места берется, обычно, вот, жилочка, скрывается, и все. Я же говорю, вампир, вампир, вампир. А вампир, так это хорошо. И она хорошо с водочкой, сразу в сочетании, все. Ничего не надо разбавлять. Потом вот, сперма, это как бы источник жизни. Скажите, вдохновлять. Сознайтесь, чья сперма-то? Тоже. Молодого члена. Лидии партии? Да. Молодого члена партии. Это движение, порождение жизни. Понятно. Чтобы поняли, в чем это, откуда начало. И сверху сладенькое, чтобы обмануть. Ликер. Хороший ликер. Бывает, коктейль весь, перемешивается, все. Как видите, у наших политических лидеров зачастую очень причудливые вкусы. Иногда их меню этими своими спецэффектами вдруг напоминает традиционное меню вампиров. Да и сами они, если повнимательнее вглядеться в выражение их лиц, вдруг становятся похожими. Но упырей, впрочем, думаю, это сходство абсолютно поверхностное. Валит, а самой вообще стряпать-то приходится? Или обычно на кухню ссылается муж? Ввиду того, что я худею, и это все заметили как бы за последнее время, поэтому я не подхожу к кухне. У меня пустой холодильник, есть питание для собачек, всегда. Судя по комплекции Саши, на кухне в основном хозяйничает он. Судя по нашей работе, судя по всему, у него нарушен обмен веществ, поэтому он ест тоже как и я, то есть практически не ест. Но это самая полезная вещь, это как бы вот любимому мужчине с утра, даже не называя это шоу-бизнесом, а ввиду того, что сегодня... Обычно на болоте растет. Сегодня вечером у меня любимый мужчина Владимир Вольфович, я могу налить ему. А здесь что у нас было? Здесь была сперма, дорогая моя. Тем более. И с водкой. Владимир Вольфович, совершенно спокойно можете это пробовать. Да я все пью, спокойно, все хорошо. Все пейте, все пробуйте, наслаждайтесь. Давайте с вами чокнемся, мы так чокнуты в этой жизни, этим можно загордиться. А вот я, пожалуй, предпочитаю все это дело смешать. Ну-ка. Давай, давай. Отлею тоже, Вова. Много не надо, нам пускай останется. Хватит. Любовь втроем. Ну что ж, я думаю, что о финале этого небезопасного эксперимента наши зрители смогут узнать где-нибудь часика через два в справочной больнице Склифосовского. Ну вот, с грехом пополам мы доползли наконец до финиша. Самое время сказать вам пока, но вы знаете, как-то язык не поворачивается. В нашей жизни еще столько не сделанного, столько не понятого, столько не оцененного. Ой, ну, это дело поправимое. Ценники мы обещаем прицепить на каждого из наших гостей буквально уже в следующей же программе. Ох, то-то будет раздолье налоговой инспекции. Ну, а пока я умываю руки с тем, чтобы не лишиться их вовсе. Так что, до свидания, но это только на неделю.